МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Елена Григорьевна. Очень рада с вами познакомиться, потому что, знаете, у нас в Молдове все-таки прежде всего воспринимают вас как легендарную актрису и человек, который сыграл множество культовых ролей. Многие выросли, воспитывались на ваших работах. А вам бы как хотелось, чтобы вас воспринимали? Вы знаете, и в России то же самое. Правда? Я все время слышу за своей спиной, смотри, смотри, вон пошла. Лиза Бричкина. Конечно, прежде всего, так сказать, и воспринимается как актерская. Но у меня очень счастливая актерская судьба, потому что то, что я играла, оно очень народное. И поэтому каждый видел меня у себя дома и относится ко мне как к родной, понимаете, к своей. Поэтому поверяют свои секреты, тайны, приходят ко мне с просьбами люди, очень как бы доверяют. Поэтому мне легко работать депутатом. Правда. Вот у меня есть, что в политике вам, наверное, это очень помогает, потому что все-таки главное это доверие избирать. Конечно. Тем более, очень давно в политике. В Молдове вы бываете не так часто. В последний раз были в марте прошлого года. Вот вы по приглашению нынешнего Башкана Ирину Руа были. Поговорим о Гагаузе, но вначале все-таки не могу не воспользоваться возможностями спросить депутата Госдумы, как оттуда видится то, что у нас сегодня происходит. Вот какой вам показалось Молдову с вести? Я только что встречалась со студентами в университете, и мне было жалко, они такие молодые, такие грустные. Вот у них глаза потухшие, и это ужасно. Потому что в молодость это пора надежды. И сегодня у Молдовы совершенно уникальная ситуация сложилась. Ведь у вас открыт путь и на восток, и на запад. У вас безвизовый въезд и в Россию, и в Западную Европу. И это вот уникальная возможность, которой можно воспользоваться и получить большие дивиденды. Мне странно даже, что ваше правительство не пользуется этим. Но, наверное, и граждане должны подумать о том, что это уникальная возможность. Не у всех она есть. Ну и, конечно, жалко, что люди очень нервные. Видимо, экономические трудности, безработица, вот эта бесперспективность, они давят очень. Очень давят. Я дружу со многими молдаванами, которые приезжают в Россию, как специалисты. В России, вы знаете, у нас есть квоты для определенных профессий, облегченные устройства. Трудовая миграция. Даже не миграция. Миграция. Миграция, но и временное проживание. Люди могут приехать, поработать и уехать домой. И они вот и рассказывают об этом, о том, что это беда. Беда, что нет дома работы. Семья здесь, дети здесь. А мама в Москве работает, понимаете? И, конечно, она рвется домой. Конечно, ей хочется детей самой воспитывать. Поэтому мы очень переживаем за наших друзей и хотим, чтобы здесь была работа. И вот сейчас в этот приезд мы как раз вели разговор о создании совместных предприятий. Понимаете? Не для того, чтобы вывозить людей из Молдовы и давать им работу в Москве. У нас есть работа, мы дадим. Но нам хочется, чтобы дома не разрушались, семьи не разрушались, хозяйства не разрушались. Это большая проблема. Но я, вы знаете, много лет уже состою в группе дружбы между парламентом Молдовы и парламентом России. Нам очень жаль, что последние годы парламент Молдовы приостановил эту нашу деятельность. И я теперь приезжаю уже по другим линиям. Мы вас всегда рады видеть, по какой бы линии вы ни приехали. Вот если так сказать очень коротко, что происходит на сегодняшний день, то за этот год у нас в Молдове были сплошные политические кризисы. Вы, наверное, следили за тем. Знаете от ставки правительства и все, что сейчас происходит. И вот по мнению многих наших политологов, все это время власть занималась тем, что она успешно делила, знаете, как людей на наших и не наших. Но вот наши это те, кто как раз смотрят в сторону Европы, а не наши это те, кто выступает за сотрудничество с Россией и вообще со странами СНГ. Вот как только случается какое-то обострение, знаете, у нас тут же говорят, вот русские танки идут, вы должны быть готовы к этому. Потому что, да, на самом деле. И вот я хочу вас спросить, идут русские танки, они уже завели моторы, что происходит по отношению к Молдове в Москве? Ну, если честно, для меня это совершенно удивительная тема. В Москве мы думаем, как помочь, честно говоря. Вот так. Да, как помочь, потому что у нас есть и программа переселения соотечественников, чтобы людям дать работу и жилье в России. И мы очень переживаем за Молдову и никаких намерений. У России при ее территориальных возможностях Молдову захватывать, конечно, нет. Да и никого на самом деле. Проблема в чем? Мы сейчас заключаем договора со странами СНГ, а Молдова остается страной, членом СНГ, да. А мы создали таможенный союз из нескольких государств. Это Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Сейчас вот недавно вошла. Этот единый таможенный союз, это пространство, где нет таможни. То есть вы безвизовое, свободное перемещение товаров, свободное перемещение людей, финансов, практически такое единое экономическое пространство. И мы становимся за счет этого экономически мощнее. Потому что одно дело отдельно Казахстан, отдельно Россия, а вместе это и гигантский рынок, где мы можем продавать товары. Это и совместные производства, которые мы можем организовывать без таможена, без дополнительных налоговых средств, которые взимаются. Это очень экономически выгодно. Но и для нас политически очень выгодна дружба. Потому что, вы знаете, это традиционная российская политика. На протяжении уже, не знаю, больше чем 500 лет Россия сохраняет все народы, которые живут на ее территории. У нас сегодня 143 языка, которые живы. Народы из Ириани, Нивхи, Коми, Жмуть, там, ну, все, да? Они все эти народы живы, у них у всех есть язык, культура, и мы тратим на это деньги, чтобы их сохранить. И мы очень заинтересованы, чтобы и вокруг нас было многоцветие народов. Ну, хорошо, я понимаю, да, про многоцветие. Поэтому никакой интереса у России ни экономического, ни политического, так сказать, к экспансии в Молдавию, естественно, нет. То есть Российскую империю восстанавливать вы не собираетесь? То есть таможенный союз, как у нас, некоторые подают? Российская империя, это центростремительные силы. Хочу сказать, что Грузия добровольно вошла в состав Российской империи, когда их стали вырезать турки. Потому что любой народ, особенно небольшой народ, который не может содержать большую армию, как только попадает в сложное военное положение, так сразу бежит к Российской короне и говорит там, матушка императрица, спаси ты меня. И вот так произошло с многими кавказскими народами, с народами Сибири, которые добровольно присоединялись под русскую корону. Но главное для политики России со времен Ивана Грозного до сегодняшних дней, это сохранение национальной идентичности народа, который внутри нашей орбиты находится. Вот так мы сохранили татары сегодня, один из великих народов России, это татарский народ. Так мы сохранили Чувашии, Коми, понимаете, они очень многочисленные народы, с другой религией народы. Это важный момент. Но при этом, а именно они выступают за единство России. И попробуйте их оторвать от России. Почему? Потому что они мудрые. Они понимают, что вместе мы сила, вместе мы экономически эффективны. Ну вот вы говорите, а все-таки каков интерес у России к сегодняшнему? В чем он состоит? Кроме сохранения вот этого русского мира, как у нас говорят, что Россия взяла непосредственно этот бренд, что у нас необходимо сохранять тот русский мир, который остался в странах бывшего Советского Союза. Я, например, думаю, что экономически тоже может быть. Ну, конечно, традиционно мы же привыкли к товарам из Молдавии. Это была наша кладовая овощей и фруктов, консервная промышленность здесь была потрясающая в Молдавии. В Молдавии всегда, ну, естественно, молдавское вино. Я и сейчас еду из Молдавии с двумя коробками, потому что мои друзья меня просто домой не пустят, если я не привезу хорошего молдавского вина. Мы заинтересованы, чтобы на нашем рынке были дешевые и качественные товары из Молдавии. И мы, может быть, больше, чем молдаване переживаем, что у нас их сегодня нет. Вот мы с гагаузами договорились, и сегодня 11 предприятий гагаузи получили разрешение торговать с Россией. Да? Приехал Роспотребнадзор, отсмотрел качество продовольствия, значит, и вот они будут поставлять. Но это же капля в море. Для России это вообще ничто. Хорошо. Мне хотелось бы узнать об отношении в Москве к протестам, которые у нас уже, вы знаете, они являются достаточно долго, но сейчас активная фаза. Мы слышали официальную позицию в России. Она заключается в том, что призвали не допустить столкновения и кровопролития. Мы знаем, что Молдавский вопрос обсуждался на заседании Совета безопасности. А вот мне интересно узнать, вот вы как депутаты, вы же общаетесь с другими депутатами Госдумы, как они воспринимают эти протесты? Что они говорят? Ну, если иметь в виду нашу фракцию, справедливая Россия, мы социалисты, да? Ну да. То мы выступаем за мирный, так сказать, эволюционный путь преобразования, за демократический путь через выборы, через референдумы. Мы считаем, что высшая форма народовластия – это референдум. А когда происходит столкновение, так сказать, силовой захват власти, да, то в этот момент власть, как правило, перехватывают те, у кого есть боевые отряды. Понимаете, да? Бандитские группировки, криминальные группировки. Ведь интеллигенция, которая затевает революцию, да, как идеологический переворот, она этих инструментов не имеет. И, как говорят, знаете, придумывают романтики, а пользуются прагматикой результатами революции. Поэтому мы считаем, чтобы не допустить вот такого силового взрыва, который приведет к криминализации страны, как это произошло в Украине. Там ведь тоже хотели хорошего. Олигархов свергнуть, воров от, так сказать, демократии хотели, а получили в результате авторитарный военный режим, милитаристский режим. Поэтому мы не хотим, чтобы это повторилось в Молдове. Я понимаю, но вот особенность молдавских протестов, молдавского сценария, как называют его в прессе, как раз состоит в том, что вот на этом этапе у нас против олигархии объединились и левые, и правые. То, чего не было в других странах. Помните, да? То есть, ну, к примеру, Украина еще достаточно свежая, когда там люди вышли под лозунгами евроинтеграции. У нас люди вышли, потому что так больше жить нельзя. Вот в этом, например, я вижу... Разворовали страну-то? Жалко. Ну, разворовали, но с этим необходимо как-то бороться, и протестное вот это движение, это как одна из форумов. Поэтому я считаю, что правильно принято решение о, как бы, ненасильственном, да, варианте. Да, смирный протест. Власть, это то, что произошло в свое время в Сербии, вы помните, да? То, что произошло в Грузии, когда вот эти революции росбыла. Когда люди вышли на улицы и заставили власть провести выборы. Понимаете, да? Досрочные парламентские выборы, вот мы считаем, что это самый разумный путь вот в таком кризисе. И в Молдове сейчас вы тоже видите, что говорят. То, чего требует, собственно говоря, оппозиция. Потому что, на самом деле, конечно, страна обнищала до невозможности. Когда едешь, просто слезы наворачиваются. И при этом, вот эта разница между бедными и богатыми в десятки раз, невиданная в мире, хуже, чем в Черной Африке. Вот это, конечно, возмущает. При том, что народ очень трудолюбивый, очень такой, знаете, спокойный. Молдаване жене, как сказать, ну, как сказать, очень терпеливые, крестьяне. Но их подзуживают. Я видела этих мальчиков в кожанках, которые, значит, пытаются завести толпу. Я видела их во время выборов. Я была наблюдателем международным на выборах. Я видела, как они трясли, как грушу, председателя одной избирательной комиссии, который показал мне, международному наблюдателю, документы. И я их сфотографировала. А после его трясли. Вот эти кожанки, вот эти силовые отряды, которые заготовлены уже, они уже есть внутри Молдовы. Вот не дать им возможность взять власть и задавить народное изъявление, вернее, на волне народного негодования привести к власти вот такие силы. Ультра, как бы, правые или ультра-левые. В этом вы видите главную опасность непосредственно для Молдовы. Да. Хорошо. Ну, вот на политическом уровне отчетливо с российской стороны видна поддержка именно партии социалистов в Республике Молдову. Ну, мы знаем, что и президент Российской Федерации, да, значит, принимал лидеров. И депутаты-социалисты ездили в Госдуму к вам, если вы помните, год назад. Ну, мы одна партия, считайте, мы тоже социалисты. Да. Вы знаете, вот как из Москвы видится вот на сегодняшний день вот это сотрудничество? Потому что ведь ни для кого не секрет, что в Москве уже не очень доверяли вот молдавским лидерам, знаете, потому что просто-напросто клялись в любви, а потом непосредственно обманывали. Что вы на это можете сказать? Ну, мы Дадуна знаем много лет. Да. Игорь Николаевичем мы сотрудничали еще, так сказать, до того, как была создана партия. Это о роли личности в истории. Нам представляется, что он человек, безусловно, убежденный. У него есть принципы. А если у человека есть внутренние принципы, да, то можно на него положиться. Ну, и многих из членов социалистической партии, я помню, потому что они еще были в партии Воронина. Да. Когда не было другой оппозиции, да. У нас такая же история в России произошла, когда раскололась партия Зюганова коммунистов на, как бы, вот то, что мы бы сказали, еврокоммунистов, да, социалистов. И вот таких радикальных коммунистов, которые за диктатуру пролетариата. Вот. И у нас тоже появилась вот такая социалистическая партия, которую мы назвали «Справедливая Россия». И вокруг которой мы стали объединять другие левые партии. Вот такая же история произошла и в Молдове. Нам представляется, что на сегодняшний день другой партии, разумной, понимаете? Не та, которая кричит на митингах, а та, которая реально может трансформировать государственное управление. Мы, например, не видим в Москве. Мы работаем вместе с социнтернией, допустим, да. Мы обмениваемся опытом работы. У нас же среди социалистических партий есть и правящие партии, есть и партии, работающие в оппозиции. И вот использовать методы и, так сказать, опыт работы и тех, и других для нас очень важно. Наша партия имеет собственного губернатора. Это губернатор Забайкальского края, который избран и работает очень успешно. Его любит президент. Недавно была замечательная передача по Первому каналу о его деятельности. У него очень хорошие экономические показатели. Мы надеемся, что количество вменяемых, грамотных, профессиональных людей, которые придут в исполнительную власть, будет больше. У нас есть люди в разных структурах государственного управления. Мне представляется, что у Дадона такая же ситуация. Он собрал профессионалов. Те, кто раньше уже работал. Ну вот Мегуца Андрей Кириллович замечательно работал послом. Дипломат с образованием, с опытом, с волей политической. Или гречаная, которую мы все знаем. Чрезвычайно деятельная, умная. Мне даже кажется, что она иногда управляет мужчинами, не показывая этого. Но вам же это нравится. Конечно. Я знаю. Мы по женской линии ее поддерживали до всех выборов. Мне представляется, что это интересно. И вот такие люди. И те, кто сегодня не афиширует свои поддержки социалистов в силу разных причин. Вот это то ядро, на которое может опереться страна. Я верю, когда вы говорите о сотрудничестве с социалистами. Потому что в этой же программе два месяца назад принимал участие господин Миронов, лидер вашей партии. Да. И он тоже говорил на эти темы. И, в принципе, ваши взгляды абсолютно идентичны. Я хочу поговорить сейчас еще и о ГГУ. Вы выделили сейчас ситуацию в этой автономии как совершенно отдельно. Вчера вы выступали на этом форуме, посвященном двухлетию проведения референдума. И сказали, что вам видится Гагаузия островком стабильности. Ваша праздник. А вот опишите, пожалуйста, подробнее вот этот островок. Почему вам так показалось, что там так стабильно? Потому что в Молдове сегодня есть разные политические силы, которые растаскивают общество. Направо, налево, в разные стороны возбуждают. А в Гагаузии есть монолитность общества. Ведь на референдуме 97% населения выступили за определенную позицию. Это значит монолитность общества. То, что Башканом Гагаузии Ирина Федоровна выбрана в первом туре, получила большинство голосов. Это говорит о монолитности общества. О том, что они подтверждают свою монолитность в прошлом году. И сейчас вот мы были и выступали очень многие люди, видные, и бизнесмены, которые ведут бизнес там. Выступали интеллигенция местная, из университета люди. И они тоже об этом говорят, что они подтверждают свою позицию. У них есть уважение к старшим. У них есть сохранение традиционной семьи. У них есть то, что их скрепляет как народ. Мало того, то, что они малый народ, их всего 150 тысяч, и они боятся потерять свою национальную идентичность, это еще больше их сплачивает. Но кроме того, рядом сидели болгары, которые им завидовали, что у них есть автономия, а у болгар нету. У нас этот вопрос давно дискутируется. Но Гагаузи сегодня в силу того, что она получила статус автономный, она получила и преференции. Понимаете, да? И они эти преференции как бы заслужили. Своей работой, своей стабильностью. Потому что наш бизнес российский не боится туда идти. Мы, если создадим совместное предприятие, завтра его не разнесут в прах. Потому что там общество охраняет. То есть вы хотите сказать, что секрет еще в отношении Гагаузи и других районов. Молдовы состоят именно в том, что России проще вести бизнес и экономические вопросы решать именно с Гагаузи, чем с остальными районами. Там нет опасности смены, неконституционной смены власти. Мы договорились, мы подписали соглашение, 9 субъектов Российской Федерации с Гагаузи подписали соглашение о экономическом сотрудничестве. И мы знаем, что до тех пор, пока следующие выборы не наступят, это будет работать соглашение. Что есть преемственность власти. Власть передается демократическим путем, а не через насилие. И поэтому продолжается действие этих договоров, этих договоренностей. И, конечно, людям спокойнее. Вы знаете, что сейчас многие бизнесмены из Кишинева пытаются зарегистрироваться на территории Гагаузи, чтобы там платить налоги. И Гагаузи – это очень выгодно. А сами бы получили преференцию в торговле с Россией. Так что я... У нас этот вопрос вообще очень остро стоит. Вы наверняка знаете об этом. Если нам удастся его решить для Гагаузи, то я думаю, что Гагаузи станет столицей Молдавии, потому что все предприятия там перерегистрируются. На Запад квоты ничего ж не вывезти. Они говорят, пожалуйста, приходите. А с чем приходите? Когда они ничего не дают продать, рынок-то забит. А российский рынок как раз сегодня свободен. Понимаете, из-за европейских санкций, между прочим. Вы вполне можете стать конкурентами той же Польши, потому что Польша поставляла яблоки, а в Молдовы тоже яблоки. Давайте мы... Польские яблоки мы с рынка убрали. Сейчас этот рынок свободен, и нам сегодня везут и китайцы. Да, ну вот вы замечательно все рассказываете. На вашем месте другой барысляин сказал, ну на это нужна политическая воля. Чья? Например, в Молдове. Ну вот есть политическая воля народа Гагаузии. Но почему не может быть политической воли народа Молдавии? Понимаете, которые говорят, ребята, давайте посчитаем. В каждом домохозяйстве, когда вы получаете зарплату, вы же считаете? Это на квартплату, это на ботинки ребенку, а вот это на кино. Бюджет. То же самое в стране. Что мы имеем от этого и что мы теряем от этого? Вот если то, о чем вы сейчас поговорите, услышит Ирина Влах, ей наверняка понравится одна ваша фраза, что Камрад станет столицей Молдавии, да? Ну да. Вы, по крайней мере, статус Гагаузии, я смотрю, на самом деле болеете за него и хотите его приподнять. Вы не жалеете, что вы тогда вот прямо открыто призвали за нее голосовать? То есть вы получили через год тот результат, на который рассчитывали, когда призывали людей в Гагаузию, вы сказали, да, гагаузский народ должен сам делать выбор, но мне бы хотелось, чтобы вы поддержали Ирину Влаху. Ну, конечно, нет. Тем более, что сегодня ее по-прежнему поддерживают ее граждане Гагаузии. Самое-то главное, не о чем мы говорим. Да, она мне нравится, она женщина, она хозяйка, она с хорошим образованием, с политическим опытом, да, но самое главное, что ее поддерживают старейшины ее народа, и мы их видели, этих старейшин, вот они живые, да. Ее поддерживает бизнес ее народа, ее поддерживает интеллигенция, поэтому я считаю, что мы, в общем, удачно сделали выбор, и сейчас она очень активно работает в России, она все время приезжает и заключает договоры с субъектами федерации. Вот мы сейчас с ней договорились, они в сентябре будут делать выставку в Петербурге, выставку, продажу. А Петербург – это моя территория, мой избирательный округ. Конечно, я подключусь, конечно, я им все сделаю и помогу. Сейчас буду встречаться с губернатором, с вице-губернаторами, чтобы лучшие площадки были. Мы хотим открыть фирменные магазины с товарами, сувенирная продукция совершенно замечательная у них. Вот эти вот, как это, из меха-то, жилетки, одеяла, у нас же австралийские одеяла, везде, они по всему миру и у нас тоже. Сегодня у нас есть прекрасная сеть белорусских магазинов, белорусская мебель, белорусский трикотаж, косметика белорусская. Милиция белорусская, она уже завоевала наш рынок, и мы уже, во-первых, дешевле, чем европейская, во-вторых, она качественная, натуральная. Вот, поэтому я думаю, что и гагаузская продукция найдет свое применение. Если болдавская через гагаузию к нам потечет тонким ручейком, мы не откажемся. Мне нравится, да. Осознайте, здесь есть еще, я вот вас слушаю, думаю, есть момент еще такой женской солидарности. Потому что, когда вы начинали свою политическую карьеру, вы как-то сказали так, мне пришлось целый год доказывать, что я и не женщина, и не блондинка, а я депутат Государственной Думы. Было такое? Вы понимаете сейчас, да? Было, было, я и сейчас иногда наталкиваюсь на такой мужской шовинизм, я бы сказала, да, потому что есть вопросы, какие экономики, вопросы, там, строительный бизнес, допустим, на меня косился. Я охраной памятников занимаюсь в культуре, а они везде хотят копать и строить. И сначала они меня всерьез не принимали до тех пор, пока президент не подписал несколько законов, которые я внесла и ограничила им аппетиты нашему строительному бизнесу. Или когда сносили надстроенные этажи над историческими зданиями, просто сносили. То есть вы полагаете, что у вас есть такой конфликт, конфликт по половой принадлежности? Ну, как сказать, они же не могли себе представить, что я женщина с образованием искусствоведческим, будем говорить, да, понимаю в экономике, во внешней политике, там, не знаю, в оборонной политике. Они не учли, что прошли годы, и что я за это время перечитала десятки, если не сотни книг. И защитили диссертацию по социологии, я знаю. Ну, я кандидат социологических наук, но я слушала лекции, я читаю книги по политологии, по экономике, я разбираюсь в проблемах, потому что мне надо голосовать по этой проблеме. Я верю. Ну, вот мы затронули половой вопрос, как говорят. Мне очень понравилась ваша одна цитата. Вы сказали так. Я к мужчинам отношусь, как они к нам, как к партнерам. Иногда их просто использую. Вообще, я признаю за ними право на существование, а некоторых даже люблю, как способ существования материи. Но мы очень идеализируем мужчин. Сейчас все женщины слушают и думают, как же, как научиться их использовать? Ведь эти секретом, как вы их используете? Ну, используем бы не мужчины, а слабости мужские, понимаете? Например? Вот как раз их мужской шовинизм, когда им кажется, что они умнее, сильнее и лучше знают. Но они в силу этого, если ты им внушаешь мысль, а внушать это надо очень мягко, не революционным, а как раз эволюционным, путем внедрять им в голову мысль. И тогда, когда эта мысль у них зашевелится, говорит, боже мой, гениально. То есть сказать, что это он же и придумал. Как это вы придумали, да. Да мне бы такое в голову не пришло. Боже мой, какое решение, какое решение, говоришь ты, и он подписывает тебе документы. Коварно. Это знает каждая домашняя хозяйка и использует это в быту. Но я вас уверяю, что и в политике это тоже может быть применено. Недаром дипломатию начали две жены фараона. Вы знаете, да, что одна жена другое письмо написала, пока их мужья стреляли друг друга из луков. И с тех пор? И с тех пор, да, женщины имеют собственные методы ведения борьбы, да, вот такой дипломатической. Решение вопросов не силовым путем. Ну вот, когда о вас, ваши коллеги, я вот почитала, что говорят, то они выделяют такую вашу черту как независимость. Вы производите впечатление независимой такой женщины. А вот как вы сами сказали про эту независимость, мне тоже показалось интересным. Вы сказали, что вы за нее заплатили очень высокую цену, потому что вам говорили, ты умная, но не мудрая. Мудрая женщина скрывает, что она умная. Ну да. А сейчас как у вас происходит? Вы по-прежнему скрываете свой ум или как? Сейчас у меня нет такой необходимости. В силу возраста, так сказать, уже мне замуж не выходить. Вы все всем доказали. Да, теперь я уже всем все доказала, и теперь я могу открыто. Иногда вот такое, когда идешь с открытым забралом, оно действует сильнее. Очень многие люди в силу служебного положения, что они в исполнительной власти, у них погоны на плечах, они не могут сказать, они с тобой согласны, но сказать боятся. А я депутат, у меня погон на плечах нету, да. Я имею право высказать эту позицию, а они имеют право меня поддержать. И так вот у меня иногда бывают отношения с прокуратурой. Когда прокуратура говорит, мы не можем возбудить дело, вы бы не могли нам депутатский запрос написать. Тогда их действие, это как бы ответ на мой запрос. Ну да, официально уже такое обращение. Это не могла, это вот депутат тут написала, и теперь мы вынуждены копать ваши документы, да. Или там чиновники какие-то, какого-то, так сказать, достаточно высокого ранга. Да это вот такая методика тоже есть. Вы говорите, мне никому уже ничего не нужно доказывать. А вам не нужно, не хочется все-таки, я не знаю, какую-то роль сыграть еще? Вернуться, может быть, к тому, что, безусловно, я знаю, тянет каждого творческого человека. И вот если бы перед вами стоял такой выбор, не знаю, роль всей вашей жизни или политика? Может быть, такой? Сегодня политика. Сегодня, да, артистов, прекрасных артистов много. Очень хороших артистов. Ну, в автоносдоме собралось столько замечательных артистов, там посмотришь, и просто дело даешься. Мы иногда физиотически работаем, Кобзон поет, Говорухин кино снимает. Я тоже снялась недавно в 20-серийном телевизионном фильме, он есть в интернете, можно его посмотреть, «Шаманка» называется фильм. Вот, еще несколько фильмов. Мы на каникулах снимали свои фильмы. Да, да, да. Успели это все. Да, мне все время предлагают работать в «Антрепризе», то есть взять роль и играть в театре «Антрепризном», не привязанном к штату. Но я не могу, чтобы от меня зависели мои коллеги. Моя жизнь, она жизнь солдата. Я сегодня в Молдове, завтра мне будет приказ, и я полечу на Камчатку. Понимаете? Понимаю. Когда что-то происходит в стране, рядом обязательно бывает депутат. Какая-то беда или какая-то проблема. Я предпочитаю видеть эту проблему своими глазами. Поэтому я туда лечу и не хочу, чтобы от меня зависели люди. А вот в кино я продолжаю сниматься. Я верю вам, что вы солдат, потому что знаю, что вы в Афганистан ездили, когда там шли военные действия. У вас действительно стойкий неженский характер. И благодаря вас за эту беседу, конечно же, желаю вам удачи и дальнейшей реализации на всех тех направлениях, которые вы сами себе очертите. Прогу сказать, что в Молдове вас любят, помнят и восхищаются вашими работами. А я так люблю Молдавию. Какая сказочная страна вам досталась. Какая земля, какие черноземы, какие сады, какая погода и природа. Дай вам Бог здоровья, терпения, мудрости. Выйти из этой трудной ситуации, в которой сегодня страна находится. А Россия всегда была и будет вашим другом. И представьте себе великую, гигантскую, богатейшую страну, да, которую, конечно, лучше иметь другом. А уж то, что мы, как бы, самодостаточные, я думаю, многие те, кто бывал у нас, знают. Приезжайте. Сегодня Москва или Петербург дадут фору Нью-Йорку и Парижу. Гораздо красивее города, богаче, спокойнее. У нас нет криминала. У нас очень хорошая сегодня туристская ситуация. Приезжайте к нам. Хорошо сказали. Могут подавить, да будет так. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»